События, которые произошли за последний год, очень сильно изменили нашу жизнь. Я надеюсь, вы поняли все, что за события, а то я не могу произносить, что у нас были за вирусы, потому что YouTube монетизацию у меня уберет. Так вот, эти самые события принесли нам различные неудобства и минусы своего существования, так и некоторые плюсы и бенефиты. Это также касается нашей любимой компании Apple. Да, с одной стороны, на выходе айфонов 12-х у нас был дихий дефицит, да и в принципе их релиз немножечко отложился. И хорошо, что Apple вообще разобрались с этой ситуацией, условные PlayStation вообще сейчас не купить ни пятый, ни четвертый, все только с дикой наценкой. Так вот, во всей этой грустной и достаточно удручающей ситуации есть одна положительная сторона. Это новые презентации Apple. Я думаю, вы заметили, что с прошлого лета презентации у Apple очень сильно преобразились, это началось с WWDC 2020. В презентациях теперь нету живого зала, все они записаны изначально, и там есть очень крутые переходы, эффекты, и вообще все снято на уровне какого-то кино. А Apple может делать, и их рекламы, они реально на уровне кино, как правило. Ладно, люблю я эти лирические отступления, давайте по факту. Apple очень полюбились эти самые презентации, потому что их проводить очень просто, им не нужно никого приглашать, и они поднимают очень много хайпа вокруг компании. Именно поэтому осенью Apple провели рекордное количество презентаций, аж три презентации, и на каждой представляли примерно по два новых продукта. Так вот, именно поэтому, и так как у Apple собралось уже очень много продуктов, которые нужно бы представить, они вполне себе могут провести апрельскую презентацию. Да, очень было много слухов про мартовскую презентацию, но они не увечались успехом, никакой мартовской презентации не было. Так что в этом ролике мы обсудим с вами, почему не было мартовского ивента, и почему Apple обязательно должны провести в апреле новую презентацию, а также что за продукты Apple должны представить весной. В общем, сегодня все слухи о новых продуктах Apple в этом видеоролике. Меня зовут Алик Чехиев, вы на канале Overtake Club. Погнали! Джон Просер. Этого молодого человека мы часто упоминаем в наших роликах, когда они касаются каких-то слухов и утечек касательно компании Apple. Джон Просер это ютубер и инсайдер, который часто высказывает свое мнение по поводу новых новинок Apple, но у него вроде как бывают какие-то инсайдерские сливы. В частности, я еще прошлой весной говорил о том, что Просер всегда хорошо угадывает по части дат. Если мы обратим наше внимание на прошлый год, то он там безошибочно предсказал выходы новых продуктов, это и даты выпуска iPhone SE 2, и новые макбуки, и последующие все презентации, как летом, так и осенью. Так вот, буквально неделю назад произошла интересная ситуация. Просер сказал, что он зуб, вернее, не зуб, он дает свои брови на отсечение, если Apple не сделает новый ивент 23 марта. Эм, сегодня 29, если я не ошибаюсь. Да, сегодня 29 марта, как вы понимаете, никакого Apple ивента 23 марта не было, и Джон Просер сбрил свои брови. Беря во внимание всю эту ситуацию, мне кажется, что у него все-таки были какие-то обоснованные инсайдерские слухи, раз он даже пожертвовал своими бровями. Так или иначе, вероятнее всего, Apple все-таки проведет свою презентацию именно в апреле. Уж не знаю, что произошло 23 марта, ходят слухи, что Apple, возможно, проверяли свои источники по сливам, то есть давали ложные сливы презентации, чтобы узнать, кто крыса в компании, кто сливает данные. И как я уже сказал в начале, сейчас для Apple новые презентации это действительно хайп, и раз уж все в интернете обсуждают новую презентацию, раз уж все ее ждут, то почему бы Apple это не сделать, это поспособствует росту акций. Да и вообще, типа, им сейчас это просто сделать. Записали видосик, смонтировали у Apple много мощностей, чтобы делать вот такие вот красочные, крутые, киношного формата презентации. И помимо этого всего, у них есть очень много продуктов, в том числе и новых, и которые нужно обновить, все их сейчас обсудим. iPad Pro. Помнится мне, в прошлом году была точно такая же ситуация. Apple должны были обновить iPad Pro, выпустить iPhone SE, и тогда бы нужно было сделать какой-то ивент. Но поскольку это было только начало пандемии, Apple еще не поняли то, что они могут делать крутые презентации, не выходя из дома. Ну, ну, вы поняли меня. Из офиса, из кампуса, не выходя. В общем-то, изо всех этих сложностей, новый iPad Pro в прошлом году представили посредством обычного пресс-релиза. Но в этом году нас ждет, как мне кажется, более интересное изменение, чем просто изменение камер в iPad Pro, как это было в прошлом году. Потому что я лично на iPad вообще ничего не фоткаю. Так вот, в новый iPad Pro должны завести мини-LED дисплей. Если вы сидели в танке последние несколько лет, то рассказываю вам. Мини-LED это сейчас такой небольшой тренд. Все вы знаете, что у нас были LED IPS дисплей, и к ним на замену вроде как, по крайней мере в смартфонах, нам пришли OLED дисплеи. OLED дисплеи, они более контрастные, более энергоэффективные, в общем, красочные, сочные и классные. Но при этом у них есть достаточно серьезные недостатки. Шим, выгорание, и это довольно неприятные вещи, особенно когда дело касается больших экранов, не просто маленького экрана смартфона. Так вот, время идет, технологии прокачиваются, и вроде как сейчас появилась технология мини-LED, и она близка по своей реализации к OLED. Естественно, это не то же самое. Мини-LED отличается от LED только тем, что у него гораздо более меньшие пиксели. За счет этого можно делать и цветопередачу, и контрастность, и энергоэффективность близкую и похожую на OLED. При этом мини-LED решает такие проблемы в OLED, как шим и, опять же, тоже выгорание. Поэтому мини-LED это довольно важный шаг. Если вы не пользуетесь iPad'ом и Pro, это вообще довольно спорный продукт, и он не всем нужен. Но дело в том, что если мини-LED нормально себя проявит в iPad'ах Pro, то Apple успешно запустит их и в новых iPhone'ах, и в новых MacBook'ах, и повсюду у нас будет мини-LED. Сами понимаете, технология стоит того. Помимо шикарного мини-LED дисплея, нам еще добавят 5G, что довольно логичное обновление iPad'ов. Обновят процессор, потому что в последнем iPad' Pro сейчас стоит Apple A12Z. Да, этот процессор не сильно уступает Apple A14, но все-таки время идет. Наверное, нужно поставить какой-нибудь Apple A14Z. Ну, либо же обычный Apple A14. Не знаю, как Apple решат в этом случае. В общем-то, касательно новых iPad' Pro, наверное, это все. В остальном они никак не изменятся. Камера, наверное, останется та же. Дизайн, все остальное останется точно таким же. Поэтому, если вы хотели в ближайшие месяцы купить себе iPad Pro, то я бы на вашем месте подождал, потому что обновление на мини-LED это довольно большое и крупное обновление для iPad'ов. Да и вообще для всех гаджетов Apple, потому что в будущем они, скорее всего, перейдут на эту технологию. На этом слухи о гаджетах Apple, которые они представят в апреле, кончаются. Всем пока. Нет, а если серьезно, то iPad Pro это единственный гаджет, который, вероятнее всего, мы точно увидим в апреле. Потому что уже поступают слухи о том, что Apple уже разрабатывает эти новые дисплеи, они уже в производстве, о том, что новый iPad уже, в принципе, запущен в производство. А также это довольно логичное обновление. Раз предыдущие iPad'ы обновили прошлой весной, почему бы их не обновить через год этой весной? Ладно, ладно. Я все веду к тому, что если будет какой-то Apple ивент этой весной, то Apple на нем точно покажет новые iPad'ы. Все остальные гаджеты, которые мы с вами будем обсуждать, довольно выборочные. Потому что Apple вполне могут их оставить на WWDC, хотя нередко там показывают железки. Либо же перенести на осенние ивенты, потому что там будут показывать айфоны, и к ним нужно вдобавок что-то еще показать интересное. Поэтому теперь о менее вероятных гаджетах, но которые также могут представить в апреле. Apple TV. Apple TV до этого обновляли на 4К, что-то типа 3 года назад. В общем-то да, и в принципе, логичным было бы обновить Apple TV на новое железо, но помимо этого ходят слухи о том, что Apple обновит свой пульт для Apple TV. Пульт от Apple TV теперь можно будет добавить в найти айфон, то есть пульт, если потеряет, то вы с легкостью его сможете найти. Он, наверное, будет издавать какие-то звуки или вибрации или еще что-то. А также в новый пульт от Apple TV хотят добавить чип Apple U1, который будет использоваться в Apple AirTex. Мы об этом продукте поговорим чуть позже. И с помощью этого можно будет, опять же, легко искать гаджеты в своем доме. И опять же, тот же пульт легко через Apple U1 вы сможете найти в точности до того вообще, до метра, где он лежит. Колхозно объяснил, но зато понятно. Новый iPad mini. Если вы постоянный зритель канала, то вы прекрасно знаете, что я использую iPad mini второго поколения. Это планшет, который вышел в 2013 году, тогда он выходил с iPad Air и iPhone 5s. К чему я это все? Так вот, к тому, что в то время, когда я его покупал, это был один из самых выгодных гаджетов Apple в принципе. iPad mini второго поколения тогда сочетал в себе железо от Air и от iPhone 5s, то есть абсолютно актуальное железо, и пресетом стоил дешевле все. То есть он значительно стоил дешевле, чем актуальный на тот момент Air. Что же мы имеем сейчас? У iPad Air старый дизайн, и при этом в онлайн-магазине Apple он продается дороже, чем iPad просто iPad. Это один и тот же дизайн, старый, с рамками, и при этом обычный iPad с таким же железом, он просто больше, и он стоит дешевле. Я не знаю, какой человек должен купить в здравом уме iPad mini. Это надо быть диким фанатом маленьких планшетов. Так вот, именно по этой причине iPad mini, вероятнее всего, в скором времени обновят так же, как и iPad Air. Ему добавят бездрамочный дизайн, как это было в прошке, и, наверное, добавят сканер отпечатков пальцев. Ну и железо, конечно же, немного прокачают. Этот гаджет мы вполне себе можем увидеть на ивенте Apple, потому что, ну, вряд ли такое устройство они будут обновлять так сильно в дизайне и выказывать просто пресс-релиз. Думаю, как и в случае с Air'ом, они опять же уделят этому одну или две-три минутки времени на Apple ивенте. Ну, или вообще уберут этот миник, потому что, ну, какой смысл его покупать дороже, чем iPad? AirTags. Да-да-да, помню, как примерно полтора года назад, или, может быть, даже два года назад, я вам рассказывал об этом гаджете, и тогда мало кто понимал, что за AirTag, что это вообще такое, что, какой-то брелок от Apple. Сейчас же, учитывая даже, что Samsung уже даже успели представить этот гаджет, наверное, многие себе примерно представляют, что это такое. Ну и вообще, хорошо бы, если вы смотрите мои ролики, потому что я примерно раз в несколько месяцев рассказываю о том, что Apple должны скоро уже представить этот сраный AirTag. Так вот, я вам 10 раз уже рассказывал, что это за гаджет, это брелок от Apple, которым будет чип Apple U1, что я сказал? Apple U1, точнее. Так вот, этот чип сейчас устанавливают и в новые айфоны, в нескольких последних поколениях айфонов он есть, макбуки, айпеды и другие Apple устройства, как мы уже говорили с вами и про новый Apple TV, туда тоже должны зафигачить Apple U1, а это что ж такое? Apple U1. В общем, весь этот Apple U1, это такой себе Bluetooth на максималках, который коннектится со всеми Apple устройствами, даже незнакомыми ему, то есть, если люди по улице идут с какими-то айфонами, то этот чип соединяется с ними и дает им данные о геолокации устройства. Таким образом, если вы забыли условный айфон где-то в баре, то даже если у айфона нет связи, даже если он выключился, он может с помощью чипа Apple U1 коннектиться со всеми устройствами прохожих людей вокруг и передавать данные о геолокации в найти айфон. Действительно, штука крутая и революционная. Так вот, этот самый AirTag, это такие метки, которые вы можете посадить себе на ключи, на рюкзак, еще на что-то, и в таком случае потерять эти вещи будет крайне сложно. Гаджет крайне интересный, особенно учитывая то, что Apple экосистема, она довольно обширная, и практически у каждого второго человека на улице есть что-то из техники Apple. Поэтому я очень жду, что Apple представит этот гаджет уже на апрельском ивенте, потому что, ну, ждать до осенью слишком долго. Тем более, в последней версии iOS Apple уже добавили этот самый AirTag, и специальное меню для него в найти айфон, мы об этом писали в нашем паблике. Ну и раз уже все готово, все, Apple, представляйте, а то, типа, у Самсунга это вообще бессмысленная штука, потому что с Самсунгами никто не ходит. Последующий гаджет максимально интересный, но мало вероятно, что его представят в апреле. AirPods третьего поколения. Да, 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 уже третье поколение AirPods'ов у нас в пути, так сказать. Многие подписчики меня спрашивали, почему я не снимал отдельное видео про них. Да потому что, в принципе, рассказывать нечего, это довольно логичное обновление, ну и расскажу, пожалуй, в этом видеоролике. AirPods 3, вероятнее всего, получат такой же дизайн, как в AirPods Pro, такие более вытянутые уши на меньшей такой узенькой палочке. В общем, дизайн прям как у AirPods Pro, только без амбушюр. То есть силиконовых вот этих насадок, внутриканальных, их не будет. Соответственно, раз дизайн изменится, то изменится и дизайн зарядного устройства. Оно, вероятнее всего, будет точно такое же, как в AirPods Pro, и это довольно интересное обновление, потому что теперь, наверное, можно будет использовать один чехол для зарядки как для AirPods Pro, так и для обычных AirPods. В общем, не могу сказать ничего интересного про это устройство, потому что, ну типа это будут те же AirPods'ы, просто с новым дизайном. Да, возможно, единственное, что добавит туда Subtile Audio. Это технология, когда AirPods'ы тречат ваше положение головы в воздухе, и в зависимости от этого, можете, например, какие-нибудь фильмы смотреть с привязкой звука, то есть у вас канал справа. Короче, виртуальное аудио такое. Ну и я, честно, не знаю, как часто пользователи тех же AirPods Pro, в котором есть этот Subtile Audio, пользуются им. Как по мне, довольно нишевая и нечастая в использовании функция. Поэтому, если вы думали покупать себе AirPods'ы обычные в ближайшее время, то покупайте их смело, ничего нового в апдейте не будет, кроме дизайна. И дизайн тоже, типа, спорный, поэтому... А вот касательно того, представят ли нам новые AirPods'ы в апреле этого года, уже некоторые вопросы есть. Потому что в начале года, когда нам сливали чертежи, говорили, что всё, этой весной нам точно представят новые AirPods'ы третьего поколения. Но сейчас что-то пошло не так, они вроде как ещё не в производстве, поэтому вероятность того, что их представят в апреле, очень мала. И, скорее всего, их запустят в производстве только в третьем квартале 2021 года. Дальше перейдём к небольшому разочарованию. Я знаю, что многие очень сильно ждут Mac'и на Apple M1. В частности, чтобы Apple обновили 16-дюймовую версию MacBook'а на Apple M1, чтобы на Apple M1 у нас обновились iMac'и и так далее. Все остальные Mac'и, которые у нас остались. Но, вероятно, хоть это и предполагалось ранее, скорее всего, весной мы не увидим никакого апдейта MacBook'а. Да, по последним данным, Apple очень сильно заморочились с этим апдейтом. Сами понимаете, в 16-дюймовую модель нужно поставить чуть-чуть более мощный Apple M1. Скорее всего, он будет называться Apple M1X. И, соответственно, в новой iMac'и они также поставят этот новый процессор. Какие тут сложности? Новые iMac'и они хотят обновить, потому что iMac уже, ну, лет 10 не обновлялся по дизайну. Они хотят сделать, опять же, безрамочный дизайн, а-ля iPad Pro. И увидим все это дело, скорее всего, мы только в конце этого года. Ну, то есть, где-то осенью, как и представляли MacBook'и в прошлом году. Ну, и последний гаджет, ради которого вы, наверное, все собрались в этом видеоролике. iPhone SE третьего поколения. Я снимал про этот незамысловатый гаджет отдельный видеоролик, где я говорил вам о том, что iPhone SE третьего поколения не выйдет. Забавно, что когда я выпускал видеоролик о том, что iPhone SE третьего поколения не будет, Вилсаком выпустил также ролик, где я какую-то вообще дичь нанес о том, что будет iPhone SE третьего поколения в дизайне от iPhone XR процессором от iPhone 12. Я не знаю, но, по-моему, 6,1-дюймовый iPhone с челкой, с процессором от iPhone 12, это и есть iPhone 12. Из-за закругленных краев и одной камеры iPhone XR, Apple вряд ли будет продавать это устройство гораздо-гораздо дешевле, чем iPhone 12, если вообще такой Frankenstein и выйдет. Что-то в дизайне iPhone X и вообще iPhone с челкой под неймингом iPhone SE у нас выйдет еще очень-очень нескоро, минимум где-то через 2-3 года. Но, как я и говорил в том ролике, единственное, чего нам стоит ожидать этой весной, это снижение цен на iPhone SE. Почему-то об этом молчат все СМИ, но в прошлый раз, когда нам показывали первый iPhone SE, на следующий год, после того, как он вышел, опять же весной, Apple обновили на него вариации памяти. И, в общем-то, тогда, покупая самый дешевый iPhone SE, вы получали не 16 гигабайт, которыми даже тогда невозможно было жить, вы получали нормальное устройство на 32 гигабайта, и тогда 32 гигабайта еще было юзабельно. Именно поэтому в этом году, если уж какой-то Apple ивент и произойдет, я надеюсь, что в конце Тим Кок выйдет и скажет, мы скидываем на iPhone SE второго поколения 100 долларов. Ну, как минимум 50, чуваки, сейчас он слишком дорого продается. Подводя итоги, я думаю, что Apple представит на своей новой презентации, ну, точно уж, iPad Pro, наверное, с ним представит AirTag, потому что их уже нужно представлять, слишком долго вы затянули. Ну и, возможно, если повезет, какой-то еще один из минорных гаджетов, точно не AirPods третьего поколения, какой-нибудь Apple TV 4, либо же iPad mini новый. Исходя из этого всего, скорее всего, вероятные даты новой презентации это либо 13 апреля, либо 20 апреля. К сожалению, из-за того, что формат Apple вроде бы как и поменялся в лучшую сторону, сейчас Apple не приглашают людей на презентацию, соответственно, организация происходит гораздо позже и сообщают о презентации Apple всего лишь за неделю. Просто раньше, когда они рассылали приглашение, нужно же было, чтобы люди со всего мира купили билеты, и это происходило, ну, как минимум за две недели до презентации. Поэтому сейчас, без понятия, когда будет презентация, узнаем о новой презентации мы максимум за неделю, поэтому, что ж, придется надеяться на какие-то сюрпризы от апреля. Субтитры создавал DimaTorzok